всем доброго здоровья сегодня у нас 25 марта сегодня я стратифицирую орешки кедрового стланика вот такие замечательные орешки для стланика довольно крупные даже их я получил из челябинска спасибо евгению за орешки правда где они собраны я не знаю если нужно могу уточнить ну скорее всего где-то у нас сибири орешки я как видите держал в воде трое суток замочил для того чтобы ускорить стратификацию потому что получили их недавно как сделать чтобы камеру не закрывать вам а стратифицируются они довольно долго просто не успеют в обычных условиях поэтому я их на три дня замочил они все утонули кроме одного тот принципе орешек можно было выбросить плавающего пусть будет а сейчас я их укладываю в пакетик сам хом мог я собрал у нас в лесу здесь на урале еще осенью специально можно стратифицировать и в песке и дырочка в пакетике ну ничего страшного вермикулите в чем что у вас есть я люблю больше во мхе или во мху как правильно потому что здесь как бы меньше плесени в нем ой что-то закашлялся извините ну все теперь где-нибудь через месяца полтора как у нас уже тепло станет буду их высаживать до встречи в апреле сегодня уже 16 мая прошло полтора месяца даже больше наши орешки кедрового сланника не проклюнулись надо им побольше времени но у нас времени нет поэтому давайте будем их уже высаживать подготовил контейнеры на улице ну и пойдемте туда их и посадим вот я подготовил 30 контейнеров ну хватит 30 где-то по два орешка воткнул потому что ну это куст в принципе они по два будут расти нормально земля из леса вот из того леса хорошие с ликоризой кислая все так положено даже рыхлая вот просто так буду втыкать лучше острым кончиком вниз но как получится не маленькие совсем орешки поэтому как пойдет ну и все и потом будем уже ждать когда они прорастут прошел почти год сегодня 3 апреля 2023 года и за прошлый год вот зашли только три штучки 1 2 и 3 больше не видать может еще в этом году что-нибудь прорастет так что давайте здесь все оставим наблюдаем растим дальше понаблюдать не удалось прошел еще год сейчас уже 2024 год 29 апреля я их пересадил вернее вот здесь они были там они слишком на солнышке а вот здесь в тенечке все таки хвойника лучше в молодости в тенечке вот эти три штучки 1 2 3 ну надеюсь они тут выживут он в принципе даже вегетацию начал и это тоже так что но здесь нет другие кедровые еще сосны тоже страдает так что видео я на этом заканчиваю наблюдать уже не буду так много времени прошло видео не о том как нужно сажать кедровый сладник а просто о том как у меня это получилось несмотря на то что ухаживать конечно нужно и поливать два года были сухие это вот я кстати теневики для хвойника строю два года были жаркие сухие здесь они у меня были на солнце им было тут вообще не хорошо плюс нужно было их пропалывать вот смотрите сколько травы в общем нужен уход конечно для всех сеянцев в маленьком возрасте и тем более для хвойников а так как получилось так и получилось ну что ж живите в гармонии с природой сажайте деревья живите в родовых поместьях на земле в принципе быть добро